Находиться здесь под надзором полиции. Его жизнь была не сахар. Об этом узнает каждый гость музея писателя. Максим Горький писал о жизни без прикрас, той, которую познал сам. Когда мечта стать студентом, на долгие годы обернулась тяжелой мужицкой работой. Город очень красивый. И неудивительно, что Горький, как человек творческий, нашел в нем вдохновение для себя. Потому что это не университеты, эти улицы, это история. Этой истории 150 лет. В России идет подготовка к празднованию юбилея одного из самых противоречивых писателей царской, а позже и большевистской страны. Лишь оказавшись на рубеже двух эпох, он написал «Мать и на дне» и так стал своим в каждом уголке страны. О жизни великого драматурга будут говорить по всей России, но особый упор обещают сделать в самых значимых для него городах. В Москве, где он прожил большую часть своей жизни, в Нижнем Новгороде, где родился, и в Казани, где, как вспоминал сам Максим Горький, он родился духовно. Здесь он работал. В музее воссоздали точную копию пекарни, где тогда еще Алеша Пешков зарабатывал на жизнь. Это уже позже. Он станет Горьким, всенародным любимцем и неоднократным Нобелевским номинантом. Две с половиной тысячи улиц в разных городах, названные именем Алексея Максимовича Горького. Улиц, проспектов, бульваров. Это прекрасно. Но, наверное, одна из задач празднования юбилея заключается в том, что немножко встряхнул, немножко осовременит имя Горького. Какими будут форматы, пока загадка, но за плечами организаторов годы Чуковского, Мандельштама, Симонова и года литературы в России. Поэтому и эти масштабы обещают быть впечатляющими. Рамиль Шайдулин, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.